А сейчас мы предлагаем рассказать о диджеях, которые музыку не бросили, а сделали ее своей частью жизни. С появлением дискотек 50-е ведущих танцевичеров называли диск «жокеями». Впоследствии слово сократили до аббревиатуры «диджей». У этих ребят даже своя терминология. Яблоко, блин, антискольжение и боч. Как со всем этим управляться, знает гравер. По паспорту Сергей Березуцкий. Последние 12 лет он провел за диджейским пультом. Увлекся музыкой Сергей еще во время школьных дискотек. Тогда просто включали композиции для танцующих. Никакого специального оборудования, под рукой лишь кассеты. С улыбкой вспоминает, как ленту зажевывал магнитофон и приходилось перематывать ее карандашом. Я по телевизору увидел первый раз выступление диджея ATB. И в то время он был очень популярен. Я увидел его выступление с какого-то фестиваля. И там было движение, когда он показывает, как два трека, он перекидывает кроссфейдер и меняется музыка. И для меня это тогда вообще было открытие, типа вау. Его коллега по цеху Стас любит большие клубные залы и гастроли. Именно на них пришлось самое золотое время его карьеры. Сегодня развлечения в этих заведениях практически сошли на нет. Клубы уже остались в прошлом, потому что это ночная жизнь. Это не всем интересно. Не каждой семье это интересно. А сейчас уже больше в ивент-индустрии. То есть в ивент-индустрии это организация и проведение немножко другого формата. На таких масштабных ивент-мероприятиях нужно не только сводить трек с треком, но и сопровождать. Например, Стас не так давно участвовал в открытии воздушной гавани Крыма. Диджейская установка Сергея – это синдез классического винила и современных возможностей. Собранная по последнему слову техники аппаратура позволяет автору компилировать любые композиции. Если это идет, грубо говоря, прошлый какой-то век, но они до сих пор востребованы, то это уже новый век, на них тоже больше возможностей. Но сейчас мой пульт, он уже модифицированный под нынешнее время. И в нем встроен процессор, с помощью которого я могу управлять музыкой с ноутбука. Главное качество такого музыканта – это не техника игры или способы сведения трека, а вкус, выработать который совсем непросто. Для того, чтобы качественно сделать минус, нужно точно чувствовать ритм и хорошо знать музыку, которую играешь. Я могу продемонстрировать, что такое мешап. Мешап – это мы бьем две песни, и самые сливки от одной, и самые сливки от другой песни. И накладываем их друг на друга, и получается у нас уже новая композиция какая-нибудь. Сегодня даже существует школа диджейнга, где каждый может освоить навык смешивания музыкальных треков. Кстати, до сих пор официально профессий диджея в России не существует. Никаких трудовых книжек, оформления отношений с работодателем. В современном диджейнге существует множество направлений сведений. Например, одно из них – лайф-ремикс. Сейчас требования к профессии возросли. Музыки людям мало. Нужны еще и танцы, номера – все как у популярных артистов. Ольга Литвиненко, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Утро нового дня. ХОЛИВДЕР Редактор субтитров А.Семкин